Возле посольства Российской Федерации в столице проходит акция «Где Эрвин?». Активисты уже восьмой раз требуют начать расследование дел о пропавших без вести во время оккупации Крыма. Так, в мае прошлого года был похищен член исполкома Всемирного Конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов затащили его в свой микроавтобус. В Киеве сейчас находится наш собственный корреспондент Леся Повар. Леся, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как проходит акция. Добрый день. Студия. По данным активистов, с момента начала оккупации Крыма пропали 44 крымчанина. Шестеро человек были найдены мертвыми, двое находятся в зоне лишения свободы. Судьба еще 19 человек остается неизвестной. Активисты считают, что они были похищены российскими властями. В Крыму факты исчезновения признают, однако свою причастность к этому отрицают. Сегодня активисты вышли уже восьмой раз с требованием начать расследование по пропавшим людям. Однако двери посольства закрыты, окна заставлены металлическими ставнями. Для этого активисты пригласили людей на ходулях, которые держали плакаты, кто ответит за пропавших людей и хватит прятаться. Так активисты надеются, что их наконец-то услышат. Студия. Спасибо, Олеся. А я напомню, это был наш корреспондент в Киеве Лесиповар, который следит за тем, как развиваются события под посольством Российской Федерации в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok